Я Андрей Гнездилович, я заместитель Скоплана. Скоплана нету в отпуске. Так совпало, что сегодня 14 числа, мы по графику попали на этот рассказ. И я буду рассказывать с нашим названием про наш объект, наших компенсионеров в историческом городе. Вы, наверное, видите, что вот эти схемы сделаны вручную, это еще когда-либо компьютер. Но делание компьютера ходило в том подходе, который мы здесь впервые применили. Мы поняли, что работать в историческом городе, и вообще работать в любом ландшафте, можно только по законам этого ландшафта. Если мы работаем в историческом городе, то нельзя отрицать того градостроительного устава, который существовал во время формирования этого города. Хотя это было время социализма. Это был 1989 год. На территории такого квартала 179 в городе Пен, сегодня эта территория, вот на этой схеме, видно, что территория пустая. Это огромный квартал, примерно 18 гектаров. На его территории была больница, вот эта вся территория больницы, которая была выведена. И вся территория предложена реконструкция. Мы сделали несколько концептуальных предложений, потом вы поняли вместе с заказчиком, что ничего другого, кроме создания определенной квартальной сетки и квартальной манцеляции, здесь не ложится этот квартал. Мы поддержали вот эту вот сетку, которую установили. Здесь на основе вот этой 60-градусной сетки создана многослойная такая структура, транспортная, информационная, пешеходная сетка, сложная 60-градусная. Несколько сеток, которые накладывались в узлах пересечения, поднимались такие дома, или небоскребы, или что-то такое фантастическое, но, так или иначе, они были все друг с другом связаны, но все слои этого города, от этого компьютера, от этого идея, все слои не перемешиваются, только в случае ветикания Патракова. Это называлось «Ильфа-сити». Вот наше предложение. Здесь мы немножко как бы болели еще этим квартальным застройком А-101, применили тот же квартал. Но, как видите, мы сделали немножко сложнее. В шахтном порядке чередуются зеленые территории с детскими садами и со школами, и застройкой части. А вот за этим диагональным бульваром территория резервная, которая доточек собирался сразу чуть позже. Вот пример еще от Валера Коняшина, наш инвестующий архитектор, где вот такие дома на Ленинском проспекте во дворах. Это то, что называется точечной застройкой, но, тем не менее, мы действовали по правилам, которые нам были предложены заказчикам, и, в общем, выдержали все согласования. Вот такие дома стоят, никого не затеняют. Вот эти косые балкончики – это не просто тоже из-за вкуса, из-за каких-то, я извиняюсь, какие-то кривляния. Это просто вот каждый балкончик является причалом для пожарной лестницы, потому что пожарная лестница, автолестница не могла перпендикулярно причалить фасаду за отсутствие там проезда. Вот пошли такие кивоки только для того, чтобы согласовать вполне нормативно. Ну вот, значит, территории тоже какого-то бывшего завода, каких-то моторов, то ли лестсотых, то ли автомобильных. И вот на этой территории нужно было создать жилой квартал, который, в общем, был сделан, как тут, на стиловате. Вот здесь вот подземная стоянка. Подземная стоянка еще была, она на минус втором, на минус первом уровне. И там сделаны такие вырезы, видите, в виде таких, где деревья торчат, такие дворы, которые опускаются внутрь. Там где-то есть детский сад, предприятие обслуживания, что-то еще общественное, которое подсвечивается из этого двора. И такие вот жилые башни, которые достаточно, не слишком высокие, соответствуют этажность окружающей застройки и при этом дают необходимые запрашиваемые емкости по жилю. Жилой комплекс вот в Балашихе, где на одном гектаре нужно порядка 50 тысяч метров суметь построить. Мы немного думая сказали, сумеем, потому что просто не было никаких, никакой работы. Потом, когда осмотрелись и освоились, поняли, что это очень много, но придумали такой вот дом, который, очень толстый дом, в котором кухни выходят внутрь таких, внутренних двориков. Здесь вот видно вот эту вот фотографию, не фотографию, а рендер как бы снизу на дворах. Там выходят только кухни, но зато все жилые комнаты выходят на фасады, удалось сделать очень широкий дом и поставить их на необходимое расстояние, получить те необходимые территории, участки для озеленения, в общем, дворовой территории. Вот, и в общем, две очереди. Вот это мы сейчас проектируем, вот это строительство, вот это первая очередь, потом эти два крыла, вот вторая очередь, а вот это третья. Проблема в том, что вот эта зеленая территория в середине – это кладбище. И у кладбища, когда оно не действующее, у него есть санитарно-защитная зона, которая сразу там 50 метров. Наверное, когда оно действует, когда оно старое, но действует, а когда оно уже признано совсем старым, там может быть 25 метров. И вот здесь эти дома выполняют вот эту вот дистанцию. Но вот сейчас они не знают, сейчас показали подтверждение статуса этого кладбища. Может быть никакого, вот эти дома, этот дом, может быть, не получится, и этот второй очередь и не будет. Сейчас это зависит от того, насколько старое. То есть, эти дома, нам достать вот эти вот, то есть, дома в виде кусков сыра. Ну, вот они вот в такой архитектуре, вот именно отделаны прекрасным русским камнем. Ну, в общем, понятно, такой план, но он был выдержан в связи со всеми нашими соседями, которые у них тоже дома непростые. У кого-то, видите, в виде барабана, у кого-то в виде кубика. В общем, там такая разнообразная застройка, которая у себя, конечно, востребована, там прекрасное зеленое окружение. Дальше.